Нет, ну мы сначала нырялись в пирс, а потом поплыли на другой берег. И он отстал и унес учили судороги. Эта история произошла прошлым летом. Илья гостил у бабушки в деревне Подможайском. В тот день он с ребятами отправился отдыхать на речку. Все было хорошо, вспоминает юноша, до тех пор, пока одному из них не стало плохо, прямо в воде. Начал палахотаться, и я услышал первое, и поплыл назад. Потом он ушел на дно, мы его искали втроем минуты 3-4. Мальчишки ныряли на глубину более двух метров. Тонущего друга случайно ногой нащупал младший брат Ильи. Мы вытащили его на берег, и там создали уже всех взрослых, и они оказывали первую помощь. А там люди еще были, да, взрослые? Да, но они были, но они были далеко. Потом мы сбегали быстро и позвали их. Спасатели с многолетним стажем искренне удивляются. Поднять утопающего со дна – дело не из легких, даже для них. Его спасение сложное. На нашем сленге говорится «подъем с грунта». То есть не просто человек просил о помощи, а человек уже лежал на дне. То есть ему требовалась помощь квалифицированная врачей. То есть его надо было доставить сначала на берег. Поэтому это сложно. И на самом деле такие ситуации, они проверяют людей, любых детей, взрослых. Проверку на храбрость Илья прошел. Когда все случилось, в деревне парень стал местным героем. За помощь товарищу его благодарили не только родители пострадавшего, но и все односельчане. Ну а семья самого Ильи не сразу оправилась от случившегося. У нас в следующий день я более осознала, что случилось, что все мои племянники и сыну могли погибнуть. Потому что это тяжелое дело такое, страшное даже дело. Он сказал, молодец, сын, ты герой. Это такое дело. Он говорит, мы вообще думали, что вы нас будете ругать все вместе, мамы, бабушки. Я говорю, да что ты, это слава тебе Господи, что жив остался мальчик. Это история со счастливым концом. О том, как она могла бы закончиться, если бы Илье и его братьям не хватило силы духа, подумать страшно. Сегодня юноша лишь изредка вспоминает тот день. По-мужски сдержанный и в меру скромный, он в очередной раз принимает благодарность и уважение в свой адрес. Спустя год парню достоили медали за спасение жизни. В стороне не остались и сотрудники Химспаса. Экскурсия по базе, где расположился водно-спасательный отряд и памятные подарки. Кто знает, может быть после этого парень решит связать свою жизнь с работой спасателя. Помнишь, да? Да. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.